Всех приветствую на моем канале. Компания Volkswagen может в самое ближайшее время представить спортивную версию своего лифтбэка Polo. Эта модификация получит имя Volkswagen Polo GTI. От стандартного лифтбэка Polo новинка будет отличаться более мощным мотором, перенастроенной из-за нижней подвеской, более производительными тормозами, а также аэродинамическим обвесом в спортивном стиле. Для европейского хэтчбэка Polo модификация GTI существует очень давно. В то же время автомобили для России такой версии были лишены. Лишь у предыдущего Volkswagen Polo в кузове седан некоторое время выпускалась модификация GT. Такая машина первой получила турбированный мотор 1.4 мощностью 125 л.с. При этом она также отличалась внешним декором и иным оформлением интерьера со спортивным рулевым колесом. Позже турбомотор стал доступен и для обычных версий Polo, и в конечном счете комплектацию Polo GT упразднили полностью. Новый Polo GTI будет полностью самостоятельной модификацией. Он получит двигатель, недоступный в других комплектациях. Это будет всё тот же 1.4 турбо, однако выдающий 150 л.с., а не 125, как на гражданских версиях автомобиля. Двигатель к подобному исполнению ставится на многие другие машины Volkswagen, Skoda и Audi. При этом, если некогда топовый 125-сильный турбомотор доступен лишь с преселективной коробкой DSG-7, 150-сильный мотор на Polo GTI будет доступен как с шестиступенчатой механикой, так и с этим роботом. Автомобиль с подобным агрегатом будет отличаться очень хорошей динамикой. До сотен такая машина будет разгоняться за 8,5 секунд, что на секунду быстрее, чем текущая Lada Vesta Sport. Впрочем, после рестайлинга Lada Vesta Sport может получить турбомотор от Arkana, с которым она также сможет выезжать из 9 секунд. По динамике за свою цену с Polo может соперничать лишь китайский кроссовер Geely Coolray, который разгоняется до сотни за те же 8,5 секунд. Надо признать, что в то же самое время европейский хэтчбэк Polo GTI гораздо резвее, но оно и понятно, ведь он оснащается двухлитровым турбомотором, который выдает 200 лошадиных сил. За счет этого машина разгоняется до сотни за впечатляющие 6,7 секунды. Нам о подобных показателях остается, к сожалению, лишь мечтать. Более мощный двигатель – это не единственное отличие от Polo GTI от гражданской машины. Если обычный Polo имеет дорожный просвет в 170 мм, версия GTI будет занижена на 2,5 см. Ее клиренс будет составлять 145 мм. Плюс машина получит более жесткие амортизаторы и пружины. Все это благотворно скажется на управляемость автомобиля, хотя и в ущерб комфорту и универсальности. Также автомобиль получит более производительные тормозные диски увеличенного диаметра. Внешне Polo GTI будет отличаться колесами с низкопрофильной резиной и дисками диаметров 18 дюймов. Также автомобиль получит иные бампера и решетку радиатора. Через передние фары и решетку радиатора будет проходить красная горизонтальная полоса, так же как это сделано у европейского Polo GTI. А сзади заряженный пол будет отличаться иным бампером и четырьмя выхлопными трубами. Новый Polo GTI будет выходить с завода изначально хорошо упакованный. Его укомплектованность будет на уровне обычного гражданского пола в исполнении статус. А значит в машине будет цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы. Также уже в базе будет шесть подушек безопасности. Автомобиль будет по умолчанию предлагаться с трехсписовым рулевым колесом. Базовое исполнение с механикой обойдется в 1 300 000 рублей, а с роботизированной коробкой передач 1 350 000. Фактически это на 200 000 дороже, чем стоит Lada Vesta Sport. Но и динамика нового Polo GTI заметно лучше, как и оснащение. Цены на Geely Coolray, который обладает схожей динамикой, лежат в диапазоне от 1 100 000 до 1 500 000 рублей. Остальные быстрые автомобили заметно дороже. Новый Polo GTI может поступить в продажу в начале следующего года. Напишите пожалуйста в комментариях, как вам новый автомобиль. Готовы ли вы купить его себе? На данный момент это вся информация о новинке. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив в этом видео лайк, ведь только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.